Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и Диви Революшн. Начинаем мы свою работу в суде с письма Робеспьера. Я его зачитывал в прошлый раз, но оно у нас только важно, что не помешает, наверное, еще разок с ним ознакомиться. Уважаемые судьи революционного трибунала, с каждым днем множатся враги республики. Мы делаем попытки справиться с изменниками, но если мы хотим преуспеть, то трибуналу следует действовать быстрее и решительнее. Больше никаких приговоров к заключению, довольно затянутых слушаний. Да я и так работаю без выходных, каждый день на работе. Следователи будут сокращать изложение простых и очевидных дел, а в соответствии с декретом А-22, при реале 2 года республики, вы, судьи, сможете выносить приговор немедленно после подтверждения личности, введя его необходимость в суде отпадает. В общем, я так понимаю, ни тебе присяжных, ни тебе прокуроров, возможно. Возможно, и зрителей тоже не будет. Да? Мы теперь обезглавливаем людей толпами. Предателей и врагов республики. Ну, конечно, разумеется. Сегодня нас ждет только несколько незначительных дел. Так что, я сегодня, может быть, рано уйду домой? Покушение совершили головорезы Роланов. Мы убрали с дороги Роланов. Но появились новые игроки, насколько мы знаем. А заплатил им Паш. И я все еще не знаю, чей была идея. Чей была идея. Но мы знакомились с ними в прошлый раз. Мэр Парижа. Дантон. Будучи адвокатом, он знает закон не хуже любого из судей трибунала. Поговаривая, что лишь благодаря этому обстоятельству он до сих пор не лишился головы после стольких обвинений в коррупции и измене. Ренар. Тот самый Ренар, у которого были проблемы. Не у него были проблемы. А у отца Фиделя были проблемы с ним. Серый кардинал Парижа, контролирующий городскую торговлю. Без которого не обходится ни одна прибыльная сделка. Ну что ж, где дела-то? В папке? Простой люд ценит меня. Революционеры тоже. А вот аристократы не очень. Нужно будет как-то, да, как-то найти, найти, найти контакт с аристократами. Ну, конечно, не в ущерб простому люду и революционерам. Слухи все так же ходят по Парижу. Ничего ты с ними не сделаешь. Нужно только время. Время только поможет. Где дела-то? Я не пойму, кто даст дела? Давай мне вер... А, вот, смотри. Быстрые вердикты. Внимательно решайте судьбы каждого подсудимого. Вы не сможете отменить решение. Обращайте внимание на то, что поддерживает... Кто поддерживает подсудимого? Альбин Моррис. То есть у нас есть или оправдать, или казнить. Третьего. Дида-до. Угу. Тюремщики останутся без работы. Некая Альбин Моррис избила толстой палкой блезо сельи, работавшего в ее рыбной лавке. По словам очевидцев, нанесение побоев было наказанием за упавшую корзину товара. На кого это окажет положительное или отрицательное, бог его знает. Но мне кажется, тут аристократов, аристократными-то совсем не пахнет, да? А что мне нужно делать? Ах, вот как, да? Угу. А если следующее дело? Вот. Революционеры, я так понимаю, за свободу. Люка Рапас и Бруно Базенны ворвались в дом Баркиза де Рувруа. Нужной фамилией у вас. Привязали к стулу его дворецкого и несколько часов избивали его, чтобы заставить рассказать, где его хозяин держит золото. Поняв, что тот не заговорит, они забрали с кухни серебряную утварь и скрылись. Ну, ты знаешь, это, конечно, нехороший проступок, но я бы посадил в тюрьму этого Люку и Бруно. Но никак же я бы их не оправдал и на гильотину отправлять вроде бы как бы рановато еще. Хм. Хлебозаводчик Эктор Перло умер после обильного ужина. Жена покойного утверждает, что ее мужа отравил их повар, Себастьян Шивоте. За несколько дней до смерти, Перло запретил Шивоте войти навстречу с невестой последнего. Их повар. То есть, если я сейчас этого Себастья на Шивоте отправлю на гильотину, то аристократы будут довольны, я так понимаю. Хорошо. Адюре де Бусселулепа. Трое молодых аристократов. Маэль, Люк, Жильбер. Напились до упомрачения. В этом состоянии они разрыли свежую могилу обезглавленного преступника, посадили в побоску и колесили по всему Парижу с криками «Смотрите, он без ума от революции!» Ну, что ж, ну, молодежь, молодежь. Куда им девать энергию-то? Я думаю, что здесь все просто. Я думаю, что здесь свобода. Здесь свобода. Хотя этим недовольны, конечно, древолюционеры. Братья Во. Господи. 18-летний Сильвен Во, его младший брат Фабьен, проводили вечера, выискивая хорошо одетых женщин, которых они затем затаскивали в переулок и сбивали и грабили. Чаще всего они забирали драгоценности. Нам известно, по крайней мере, о девяти жертвах. Ты знаешь же, эти братья Во пойдут у меня на гильотинку. Два сержанта, Григоар Гом и Лесиен Шарп, воровали порох с военных складов. Каждый выданный им пропуск был для них очередной возможностью продать украденные охотникам и бандитам. Воровство армейских припасов – это ничто иное, как государственная измена. Ну что ж. Вот так. Хлебозаводчик умер после обильного ужина. Жена покойного утверждает, что ее мужа отравил их повар, Себастьян Шивате. Да, а аристократы что-то как-то недовольны. Мне нужно как-то... Люка, Люпас и Бруно ворвались в дом маркиза. Вот так сделаем. Ника избила толстой палкой, и я думаю, что это отправим на свободу. Сегодня у вас больше нет дел, так что поставим подпись и печать. Немножко я тут не разобрался с хлебозаводчиками, но ничего страшного. Революционеры – минус три, аристократы зато плюс шесть. Благодарю, даже маленькие люди заслуживают справедливости. Да, я могу быть свободен, можно идти домой. Последнее средство. Перед зданием суда вы видите женщину примерно того же возраста, что и ваша жуда. Да, чего себе. Как все-таки влияет условия жизни и труда на людей? Одного возраста. Моя жена совсем выглядит по-другому. Я даже не пойму, мужчина все-таки это и женщина, только юбка юбка делает из нее женщину. Идва, завидев вас, она спешит навстречу. Следующие несколько минут вы выслушиваете историю о супруге, который продает семейные реликвии и пропивает последние франки. Акда, еще голодающие дети. Самая обычная история, которая не удивила бы вас, если бы не просьба отправить негодяя в тюрьму. Женщина обещает дать любые показания, лишь бы он оказался в камере. И что я могу? Я могу проигнорировать женщину. Но как же можно пройти мимо такой беды и плачущих детей? Пригрозить пьяницы тюрьмой? Но мне кажется, что вот эта угроза никак не скажется на нем. А вот арестовать мужчину и подержать в камере некоторое время это, наверное, будет очень полезное средство. Но минус два очка влияния. Ну, у меня, по-моему, много и я думаю, что могу потратить эти два очка влияния ради судьбы этого младенца. Последнее средство. Пьяница даже не сопротивлялся. Он был настолько пьян, что вряд ли соображал, кто его ведет и куда. На полпути к тюрьме его стошнило на штаны сержанта, отплатившего ему парой пинков. Проспавшись, пьяница будет гадать, почему его спина так болит, как будто он участвовал в драке. Некоторое время в тюрьме без алкоголя заставит его кое-чем задуматься. А тем временем его семья немного отдохнет, и жена сможет заняться насущными проблемами. Поддержка простого люда и плюс репутация. Что у вас есть на Паша? Как и многие другие, он наживался на борделе Роланов. Когда вы перекрыли им воздух, было решено, что покушением на вас займется Паш. Угу. Союзники мэра сильны, среди них даже сам Дантон. Нельзя просто взять и напасть на него. Мы доберемся до него через родных. А это хорошо. А как бы не было хорошо или плохо, главное результат. Если не мы, то они нас сожрут. Прошу прощения. Я слышал сплетни, что его дочь состоит в отношениях, которые многим покажутся недопустимыми. Речь о другой женщине. И та женщина общается с мюскаденами. А кто это такие? Если воспользоваться этой информацией, Паш начнет совершать ошибки. Он испугается, что этот скандал придадут огласки. В конце концов, союзники потеряют веру в него. И этого будет достаточно? Только если вы сперва завоюете его доверие. Его нужно убедить, что вы не подозреваете его участие в покушении. У меня есть план, но сперва нужно кое-что сделать с конфискованным у Роланов борделем. О чем речь? Паша обожает азартные игры. Ну что ж, чем мы сегодня займемся? я бы например наверное все-таки отправился руководить строительством статы, потому что у меня там наблюдаются проблемки, но это никому абсолютно не понравится. Абсолютно никому. но поскольку у меня сейчас даже не знаю, у меня как бы и нормальная сейчас репутация и отношения с революционерами, мне не хочется конечно портить отношения с Фредериком, можно конечно совместным чтением заняться, но все-таки я наверное отправлюсь руководить строительством статуи, уж прости меня семья пожалуйста, я же не думаю что вы сильно будете прям огорчаться. Ну ладно. Карта Парижа все начнут работать усердие если увидят что ваша семья побогает. Инспекция вот-вот начнется. А что мне нужно сделать что то то есть может в доме провести больше времени с семьей так что ли? Недоинспекция 3 статуя построена всего лишь на 9% я так понимаю что это должно быть 20% эти все зоны влияют на очки влияния это конечно хорошо но только одна территория влияет на строительство монумента Жак-Луи-Давид Григори Рамель может все-таки может все-таки мы сейчас отправимся сюда разведывать вот эту область не мешало бы и это что-то как-то более компактный потому что потому что если разойтись на всю территорию то неизвестно чем это все закончится так бездействует мы можем например этого отправить снижать накаленность да а Рафаэля Кловиса Рафаэля Кловиса увеличить ваше влияние в секции допустим попробуем так что из этого получится вражеский головорез заговор Жан-Николя Паш попытку нападения на вас должен был кто-то оплатить секунду возвращаясь к делам попытку нападения на вас должен был кто-то оплатить все указывает на мэра Парижа он слишком осторожен чтобы идти на его напролом нужно застать его врасплох необходимо успехов для бодуса шесть необходим успехов для побед три когда мы боролись с Роланом то мы добились три успеха бодусов я не видел но хоть себе стили его с нашего пути выберите действия решите кто займется обыском борделя поручить Давиду заняться борделем если хотите получить паша его следует заманить роскошь бордель конфискован у Роланов станет отличной мышеловкой но нужно будет добавить туда сыр вреди новых развлечений какие-нибудь азартные игры например кости будучи художником Давид определенно сможет добавить этому заведению экстравагантности которая привлечет бездельника паша и заставит его потерять бдительность может быть или же поручить Анрио заняться борделем но Анрио солдафон паш любит играть в азартные игры и ссорить деньгами нужно пополнить список услуг борделей играми в карты и кости я знаю как вы любите последние охраной займется главнокомандующий Анрио паш должен поверить что с ним ему ничего не угрожает знаешь я все таки наверное выберу Давида решите Давид решите я решил действие будет выполнено на следующий день хорошо хорошо поэтому идем на выход закрыть Алексей Фидель мне сообщили что вы желали срочно с мной встретиться чтобы поговорить о подозреваемых в покушете на вашу жизнь я буду более чем рад обсудить с вами этот вопрос да долгой жизни республики Жан Декаля Паш долгой жизни республики конечно ну и что ж у нас тут новое дело новое дело никто не ждет тюрьмы революционеры и аристократы как-то странно объединили ой не революционеры а простолюд объединился с аристократами а вот революционеры хотят смертного приговора надо же интересное интересное будет дело ну наверное ознакомиться с этим делом я буду чуть позже потому что смотри оно занимает аж 3 листа достаточно серьезное наверное встретимся в следующий раз в суде пока-пока и до новых встреч субтитры